Легенда, загадки, история, снифы, факты, 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 квадари. Неизвестное об известном. Путешествие в сказку, кукольное королевство, костюмы детских фантазий и необычная фотосессия в Фрейли. Неизвестное об известном. И снова здравствуйте. Наше путешествие продолжается. Правда, это совсем не просто сделать сегодня, потому что все закрыто, перекрыто, разорено, а рты заклеены масками. Тем не менее, остались какие-то съемки еще из Греции, Португалии, Италии. Но мы решили в преддверии Рождества и Нового года отправиться в таинственный мир сказки. Попасть туда несложно. Для начала нужно заглянуть в себя и вспомнить детские мечты о стране под названием Фантазия. Там сбываются все мечты, живут сказочные существа и происходят чудеса. Там есть герои и злодеи, но добро всегда побеждает зло. В таком мире нет места обыденности. Конечно, если жить в этой стране всегда, она тоже рано или поздно станет обычной. Поэтому нужно найти способ попадать в такую страну на время. Такой способ уже найден. Эта поездка – сказочное королевство. Оно находится в Латгалии, в маленьком провинциальном прейле. В этой волшебной стране время давно остановилось. По небольшой улице перед замком ходят придворные дамы и кавалеры. А внутри дома, напротив, открывается дверь в сказочный кукольный мир. Здесь стерты грани между фантазией и реальностью, искусством и жизнью, взрослыми детьми. Генри Лайл Олди как-то сказал, что кукла не принадлежит к миру живых. Но и к миру мертвых тоже. Промежуток, грань, обоюдоострый нож. Поэтому кукле разрешено делать то, что запретно и для людей, и для вещей. Выходить за пределы ограничений положенных материи, объединять возможное с невозможным. А вот каким образом? Зависит от мастерства кукольника. И кем бы ты ни был, чваном чинушей, успешным бизнесменом, с денежными знаками вместо глаз, даже преступником. Хоть на минуту, но поверишь в добро. Пираты, цыганки. У них фантастические костюмы. От изысканных и крутуазных. От кавалеров и дам до самых фантазийных. Слова бессильны. Это надо видеть. А вы встречались с волшебницами? Нет, не во сне, не на экране, а наяву. А одна из них – уникальная художница, дизайнер и кукольный мастер Елена Михайлова или Владлена. Ее жизнь как одна из сказок, героев которого она сама создает. Жила в Нальчике, училась в Москве, а сегодня стала яркой звездой в галерее латвийских талантов. Ее кукольное королевство собирает бесчисленное число почитателей со всего мира. Оно даже включено в список «Великое Балтийское путешествие», куда вошли только 10 объектов из Латвии и 30 со всей Прибалтики. Да и в Прейли, городок, который и на карте не сыскать, съезжаются лучшие мастера кукольных дел из самых далеких заморских стран. Не случайно целая стена в музее заполнена дипломами и почетными грамотами. Кстати, в русском языке слово «кукла» относится к одушевленным существительным. Достаточно посмотреть на них, чтобы убедиться в этом. В сказочном царстве Владлены есть и времена года, и персонажи мультфильмов, и кино, и даже реальные люди, актеры, музыканты. Знакомы на всем Чарли Чаплин, Никулин, маэстро Райан Пауз и многие-многие другие известные люди. И все ее куклы, будь то сказочный персонаж или реальное лицо, это цельная личность со своим характером, биографией, судьбой, даже именем. Ее работы смеются и плачут, танцуют, даже поют, играют на музыкальных инструментах, летают по воздуху и даже не только. Владлена, ваши куклы – это целый мир, в который хочется убежать от обыденности, вернуться в детство, прийти в сказку и поверить в то, что мир многоцветен. Вот скажите, как рождаются ваши образы? Ой, они рождаются из самой, в принципе, жизни. Какие-то из сказок, какие-то из фантазий. Бывают, вот увидел какой-то кусочек материала, вот, и все, и уже выстраивается-выстраивается картинка. Бывает одно дело, аж куклу, и она же уже задает том для следующей. То есть, определенного такого нет, момента, что вот именно что-то мне дает. Вся жизнь моя. Одна из самых любимых тем художницы – куклы из серии комедии «Дель Арте». Арлекин, Пьеро и Коломбина – одни из самых любимых персонажей. Они мне нравятся, потому что они все трое разные. Арлекин веселый, Пьеро грустный, Коломбина нейтральный. Очень люблю делать их костюмы, потому что они хотя бы имеют свой стандарт, но я всегда их пытаюсь делать по-своему. Комедия «Дель Арте» – очень интересная тема. Там очень много персонажей, которых я надеюсь, что тоже воплощу их в своих куклах. Владлена и скульптор, и гример, и портной. Она настолько мастерски создает свои куклы, что не верится, что все это дело рук одного художника. С чем сложнее работать? С костюмами или с лицами? Вот я смотрю, у вас такие потрясающие костюмы, ты одеваешь их и тут же чувствуешь себя в другом времени, в другом пространстве. Ты перевоплощаешься, ты меняешься изнутри, как будто ты когда-то был этим человеком. Очень многие так, кстати, говорят, что я, наверное, был в той жизни, в прошлой жизни был принцем или принцессой. Женщины так вообще практически через одну всегда себя чувствуют, что они когда-то уже были в этом времени. Но работать, наверное, я больше люблю с куклами с лицами. Хотя изначально я кукол начала делать именно из-за одежды. Но потом это, походу, все переменилось в сторону лепки. Каждая кукла неповторима и своеобразна. У каждой своя мимика, поза, костюмы. Кажется, еще секунда, и они живут. Не каждому удается попасть, святая святых мастера, в ее рабочую комнату. Место, где рождаются образы и воплощается в реальность фантазии. Процесс творчества поражает отточенностью, выверенностью и изящной импровизацией. В ход идет абсолютно все. И строительный мусор, и старые провода, части разломанного велосипеда. Ну, казалось бы, хлам, да и только. Но из этого хлама Владлена творит подлинные шедевры. Это не просто кукла, а целый мир. А костюмом художница называет не только наряд кукол, а весь антураж вокруг. Будь то космический аппарат в стиле стинпанк, или старинные часы в руках сказочного часовщика. Но ваши куклы, они меняют человека. Самое интересное, когда подходишь к витрине, когда смотришь на куклу, она как будто отвечает на твои внутренние вопросы. Ну, потому что я их часто им задаю тоже, когда их делаю. Очень многие люди, я вот смотрю, каждый находит что-то свое, то, что ему близко, потому что вот куклы, они все-таки разные. И кто-то, допустим, вот в том же стимпанке, да, находит себя, своих соседей, своих друзей. Кто-то смотрит и не совсем понимает, что это такое, что это вообще такое, что это вообще стимпанк. Вот. А мне, допустим, эта тема близка, потому что это для меня лего. Я его складываю буквально из ничего. Из каких-то предметов бытовых и не бытовых, и мусора, можно сказать. Практически сантехнические трубы. Это что-то вот для клубники. У них на голове сетечки для чая. То есть это вот буквально из ничего, из ничего. И вдруг что-то раз, и получается такое вот волшебство. А вот расскажите немножко об этом волшебстве. Многие зададут вопрос. А что вы хотели этим сказать? А что это такое? Расскажите людям, интересно. Ну, если, допустим, брать вот эту вот ситуацию, скажем так. Здесь у меня больше был технический интерес, потому что я изначально их продумывала очень шевелящиеся такие. Я их делала на пружинках. Тут мне уже интересно было поработать так. Но так как эта подставка настолько нежно крутится, что именно этот эффект у меня не получился. Но это, наверное, своего рода цирк, который я очень любила в детстве. Ну, фокус-покус, допустим. Мне кажется, все дети это выражение. Наши, по крайней мере, поколения точно знают. Ну, даже не знаю, что я хочу донести. Наверное, немножечко, чтобы люди улыбнулись в детстве. Я смотрю, как дети реагируют, они хохочут, тут смеются. И это уже, в принципе, награда для меня большая. А вы знаете, как у меня первое впечатление создалось? Приглашение в сказку. Ну, в общем, да, можно и так сказать. Наверное, у каждого человека какое-то свое название для картины, которое, да, он посмотрит на то, как называется картина, кукла, образ, да. А все равно где-то там, внутри, есть свое название. Вот это приглашение в детство в сказку. Здесь многие взрослые становятся детьми. Мы это наблюдаем очень часто, и это очень радует. Потому что в детстве возвращаться всегда хочется. А что рождается первым? Идея, форма или образ? Образ. Сначала рождается образ, как, допустим, вот, если брать именно Посейдона, он из богов, он был первый, которого я делала. И сначала я просто его задумала, потом уже начала подумать, как мне ему торс, как его, в какую позу ставить. И это уже по ходу работы он может меняться много-много раз. Я даже никогда не делаю эскизы, когда делаю работу, потому что по эскизу следовать никак не получается. Ну, а вот какой-то посыл бывает? Вот почему вы начали об этом думать, именно об этом, да? Вот, то есть, к каждой кукле. Вот, например, к Посейдону. Как он возник? Почему он возник? Именно Посейдон? Посейдон – это было продолжение одного моего очень большого проекта. Я делала проекты «Мифы и легенды», который меня захватил очень сильно. Я работала целый год и делала по одной легенде из каждой страны, что мне очень нравилось. Вот, и когда он отсюда уехал весь этот проект, я перекинулась на богов. Я стала его читать. Мне очень нравится вообще мифология, все эти вот сказочные варианты. И, значит, Посейдон, вот он именно, именно как, ну, чисто продолжение получился. Ну, немножечко в другом уже, конечно, он в варианте стал, потому что, как и боги, их сделала намного больше. Их сделала почти ростовые куклы и немножко другой технологии приемляла. Вот эта витрина именно меня в детстве окунает полностью, потому что даже когда я стала делать этого «Буратино», казалось бы, очень известная сказка. И когда я стала читать, это было так много мне нового, и нового узнала я об этом, что, допустим, вот известный персонаж Доримар, это был, оказывается, настоящий такой врач в Санкт-Петербурге в то время, который занимался нетрадиционной медициной, пиявками, француз, и вот по его образу был создан этот образ. То есть я очень много узнаю, я саморазвиваюсь, и я им за это очень благодарна. Вот Мальвина у нас в прошлом году выиграла в Америке очень серьезный приз, приз симпатии организатора гильдии, в которой я состою в американской, пидемак, вот, и для меня это очень-очень почетно, что я никак не ожидала. Ну, она действительно у вас просто очаровательна, и она другая. Ее образ отличается от тех Мальвин, которые приходят к нам со сцены, фильмов. Для меня это очень важно, чтобы подчеркнуть именно свое видение, а не просто скопировать вот то, что мы видели по телевизору. Мне, допустим, одна дама спрашивает, ну, ведь он совершенно не похож. Я говорю, на кого? Она говорит, ну, на эту же. Я говорю, а я эту же не делала, делала карабаса-барабаса. Вот даже ваш кот Базилио, он диаметрально отличается. Ведь, в общем-то, по сказке, ну, он достаточно такой злой, противный. А здесь он-то добрый. Здесь у меня просто хитрый. Лена, скажите, а как возник ваш псевдоним Владлена? Это и из двух имен составленное имя. Владимир и Лена. Мой супруг, моя муза, человек, который меня во всем абсолютно поддерживает, человек, который, в общем-то, он создал эту галерею, потому что он предложил мне ее открыть. Я думаю, ну, кто будет смотреть эти куклы? Он говорит, ну, давай попробуем. Он абсолютно помогает мне во всем. Где бы мы в выставке, мы не ездили. Он мой арт-директор. Много с кем договариваются по поводу выставок. То есть я могу сказать, так он, 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 он и я. И мы решили, что это имя, тем более еще так получилось, вот, что на одной выставке было сразу несколько Лен Михайловых, что тоже, в общем-то, спровоцировало иметь именно свое имя, потому что кто-то проводит мастер-классы, кто-то там, может, какие-то косяки сделает, а вроде бы имя получается тоже. Но мы решили создать имя одно общее, потому что я считаю, да, я делаю куклы, но без такой поддержки этого бы ничего не было. Поэтому Влад Лена, это Владимир и Лена, и я уже привыкла, что я Влад Лена, как бы я на этом у меня осталась. Влад Лена с мужем признаны и в мире мастера. Они создали незабываемые и неповторимые образы. Глядя на эти работы, очищаешься душой, а сама атмосфера – это тот мир, в котором хочется оставаться и верить в чудеса. А в галерее авторской куклы, где живет сказка, волшебство и магия, каждый день множество посетителей. Ваши работы разъехались по всему миру. Вот я не знаю, как еще вот этот красавец не уехал. К вам все время приезжают гости. У вас каждый день множество встреч с удивительными людьми. А вот какая из них заполнилась больше всего? Да, встреч очень много, и знакомств очень много с интересными людьми, которыми, наверное, я никогда, даже раньше бы не могла представить, что я приближусь. Но первая, наверное, самая такая была встреча – это Яни Стрэйч. Когда он приехал к нам в галерею, он влюбился в куклы, и мы поддерживаем до сих пор отношения, связь у нас, мы пишемся, звонимся. Вот. Он оценил и так поддержал, ну, морально, вот что это надо продолжать. Встреча, которая, скажем так, отложилась очень сильно в сердце. Ну, и вторая, наверное, такая очень сильная была – это музыкант, это группа АХ, Мортен Харкетт, который приехал к нам сюда в приели в галерею приобрести куколку, что было вообще для меня. Это из области фантастики, но это случилось, и, в общем-то, наверное, такое знакомство я запомню на всю жизнь. А какая кукла ему понравилась? Какую он купил куклу? Он вообще, когда мы уже потом стали говорить, он куклу эту увидел в журнале, вот, и для себя отметил, что вот ему она очень понравилась. Там красивая такая девушка сидела. Кукла была из непродающихся, скажем так. Вот. И он, когда приехал на гастроли в Латвию, он нашел меня. Мне до вечера, до его приезда, звонили с отеля несколько раз. Спрашивали, возможно ли где-то найти ваши куклы. Я говорю, ну, вот в преле, пожалуйста, и найдете ее. Нас интересуется один клиент. Ничего я не могу сделать. Говорю, они в прелях. И утром мне звонят с галереи. Девушки приехали, какие-то два иностранца, хотят что-то по поводу кукол. Я спустилась. Я смотрю, понимаю, что очень похож, но и сама-то в себе, нет, этого не может быть. Ну как? Да. Нереально. И вдруг я действительно узнаю, что это он. Вот. И он показывает эту куклу. Она сидела в галерее, что вот очень хочет ее приобрести. И я что-то мне так переклинило. Я говорю, она не продает. Ну, конечно, это такое. Потом я так пришла в себя. И когда, в общем, он приобрел эту куклу, мы сфотографировались. И потом через два месяца они захотели еще одну куколку. И мы как раз были на выставке в Амстердаме, а у них был концерт в Берлине. И он нас пригласил на концерт, куда мы привезли куклу. Но ту куклу мужем ударили. Потому что, ну, понимаю, у каких людей такие куклы, что твои куклы сидят у таких людей, причем по их желанию. Это, конечно, дорогого стоит. Это, конечно, здорово. Да. Очень. Эта встреча я на всю жизнь запомню. И это знакомство тоже. Однако королевство – это не только замок и галерея кукол. Это богатейшая костюмерная. В костюмерной вам обязательно помогут подобрать костюм, аксессуары, парики, шляпки, перчатки, шпаги. Ну, в зависимости от вашего и придуманного имиджа. Ну, правда, иногда они не соответствуют друг другу. А вот что появилось в первом? Галерея или же фотостудия? Нет, сначала у нас появилась наша гардеробная. И это произошло совершенно случайно. Во дворе появились замки. Люди стали приходить, фотографироваться. Ну, и мы решили, что, наверное, это может быть и работой. И я начала шить костюмы. Я упорно, бурно шила. Первые 200 костюмов шила я сама. Самолично шляпы, костюмы, платья мужские. Там были у нас мушкетеры. Но когда это уже стали приезжать автобусы, я поняла, что это надо уже делать немножко по-другому. Более красивые костюмы, более интересные шляпы. Стала уже прибегать к портным. Но шляпы все равно делаю сама и до сих пор. Вот. Ну и вот эта работа переросла в такую вещь, что люди действительно хотят фотографироваться, хотят показывать эти фотографии, и играют, и делают предложения, и делают у нас свадьбы в костюмах. Вот сегодня сколько у вас костюмов? На данный момент 500. О-о-о. Руку подавать, сканировать, и все совершенно по-другому, и мимикой, и это, ты уже дама. Самое сложное, правильно выбрать образ, который хочешь перевоплотиться, чтобы он каким-то образом соответствовал тебе. А то вот хочешь быть феей, а на самом деле коламбиной, а то еще чуть хуже. Или ты хочешь стать пиратом, а внутри классический ботан. Вот это и есть такая проблема, потому что реально видишь, когда человек просит определенный образ, костюм, но ты понимаешь, что ему это будет очень не подходить. Мы, конечно, пытаемся деликатно это как-то донести. Но, как говорят, клиентцы да прав, и женщину переубедить очень сложно. И поэтому бывает так, что она вроде бы одевает, но она потом понимает, когда она его одевает, что все-таки мы были правы. Традиционный вопрос, которого просто нельзя не задать. Ваши планы на будущее? Ой, планы на будущее. На данный момент у нас происходит новый виток в нашей сфере. Это фотосессии, которые делаются с профессиональным фотографом, которые происходят абсолютно индивидуально каждому человеку или семье, которую мы делаем на тематические. Там можно быть валькирией, там можно быть рыцарем, там можно быть синей птицей счастья, там можно быть вороном черным, там можно быть белым ангелом, ну и разные-разные образы, то, что мне безумно нравится. Мы составляем декорацию, мы составляем костюмы и фотографируем именно с профессиональным фотографом. Здравствуйте, любители аюрведы! От занятия к занятию мы изучаем с вами различные аюрведические травы. Но мало кто знает, что аюрведы – это не только аюрведические травы, но и особые аюрведические минералы. Одним из самых востребованных минералов является кальций. В аюрведе подход к кальциевым препаратам совершенно отличается от западного. В качестве исходного сырья могут быть использованы различные виды раковин. Самым популярным является ракушка шонка, то есть витая раковина, раковина сделанной в виде спирали. В индийских церемониях вы иногда можете увидеть, как такую ракушку дудят. Для того, чтобы превратить ракушку в лечебное средство, такие ракушки на 12 часов опускают вариться в лимонном соке. После чего ракушка дробится на кусочки, помещается в глиняный сосуд и опускается в особую печь, где она разогревается до температуры около 1300 градусов и разрушается ее структура. После чего ракушка перетирается в мелкий порошок, еще раз засыпается в глиняный сосуд и еще раз на 12 часов погружается в печь. Такую процедуру повторяют трижды, пока вся кальциевая структура ракушки не разрушается и не превращается в очень тонкий порошок. Такой мелкий пепел от сожженной ракушки называется шангбазма и используется, конечно же, для восстановления минерального состава костей и для профилактики остеопороза. В частности, шангбазма входит в препарат лоцетавин, про который мы уже вели разговор. Но есть и малоизвестный способ применения раковины шанга. Он используется для нормализации кислотности желудочного сока и, в частности, для лечения такой болезни, как гастрит и даже язвы. Как ни странно, кислота желудка при его избыточном состоянии разрушает кальций. И препараты из кальция быстро гасят кислотность. Он может быть использован при изжоге. Он может быть использован в добавлении к шатаваре при приливах во время менструации у женщин. Уникальный препарат шангбазма является одним из ведущих средств для нормализации питто-доши, для погашения огня в целом. Особенности огня в желудке и только во вторую очередь в аюрведе используется для костной системы. За препаратами аюрведы вы можете обратиться на сайт pureherbs.eu А также можете пройти процедуру аюрведы в центре Панча Кармы, обратившись на сайт panchakarma.clinic Редактор субтитров А.Семкин